Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, я покажу, как мы запустили курицу в стратосферу. Ну а перед этим хочу рассказать о проекте «Год на орбите», который подготовил телеканал «Наука 2.0», на котором я работаю. Есть подъем. Поехали. Более подробного описания жизни на орбитальной станции вы больше нигде не увидите. Как космонавты спят, едят, чистят зубы, зачем им пылесос и почему они регулярно выходят в открытый космос. Все это в документальном цикле «Год на орбите». Сегодня на телеканале премьера заключительных серий, и вскоре они появятся на официальном YouTube-канале «Наука 2.0». Ну а кроме этого, там вы найдете подборку лучших отечественных научно-популярных фильмов и программ. Кстати, там можно посмотреть и полные выпуски моей программы «На пределе». Заходите, подписывайтесь, ссылка вот здесь и в описании. Ну а мы начинаем. Это Денис Ефремов, профессиональный спасатель. Свободное от работы время он запускает аэростаты в стратосферу. Ну а помимо всего прочего, Денис стал победителем международного конкурса на частных некоммерческих космических туристов. И скоро ты реально по-настоящему полетишь. Окажусь в космосе, да. Да, но сегодня у нас задача попроще. Сегодня мы хотим запустить в стратосферу маленькую курочку. Для того, чтобы посмотреть, замерзнет он там или нет. Сочувствую нашему пассажиру. Ну мы ей дадим свитерочек, шарфик, чтобы ей не было так холодно. Как думаешь, на какую высоту мы сегодня сможем подняться? Ну попытаемся достигнуть 30 километров. 30 километров. Там уже будет темно и мы сможем увидеть. Да, да, да. То есть там уже абсолютно черное небо, тонкая прослойка голубой атмосферы. Очень холодно, сильная радиация. В общем, ей там будет не сладко. Ну что, начинаем? Да. В общем, это основная полезная нагрузка нашего запуска. То есть здесь... Помимо нашего бесполезного эксперимента. Да, кроме вашего цыпленка-табака, здесь еще и мы собираем информацию по температуре, по высоте, по направлению движения, по уровню радиации. Здесь установлены несколько поисковых маяков, с помощью которых мы потом ищем место приземления всей нашей конструкции. А если сотовая связь недоступна? Кроме сотового, два спутниковых. Те, которые передают напрямую на спутник. То есть у вас все серьезно, я понял. Мы видим видео в прямом эфире во время подъема, плюс мы имеем цифры по телеметрию подъема, то есть скорость подъема, направление, координаты. Ну вот, собственно говоря, наш испытатель. Сегодня он прилетит в стратосферу. Мы даже надели ему свитерочек с шарфом, чтобы он не совсем замерз. Аккуратненько. Крепим пассажира. Ну я надеюсь, что наш цыпленок не наведет помеху на все ваше сверхточечное оборудование. Будем надеяться, что он не возьмет управление в свои руки. Так, ну вот мы теперь достаем сам основной, не этот. Теперь мы достаем шар. То есть это самая большая ценность наша как раз. Шар из чего сделан? Латекс. Латекс. Как перчатки. Да, огромный презерватив. Раз уж мы присоседились к проведению настоящего научного эксперимента, то мы тоже разместим научный прибор на нашем испытателе. Маленький термометр, который покажет нам, ну правда, до минус 20. Ну, это как раз сколько в морозильнике обычно готово. Ну что, отпускаем? По чуть-чуть, потихоньку сможете отпускать? Давай. Давай, давай, я перехвачу здесь. А, так очень уверенно тянется. Отпускай. Держу. Ну что? Давай. Все, поехали. Цыпленок! Жареный. Летит? Летит? Орел. Орел! Орел, не курица! И температура падает. Мы взлетали было 30 с небольшим, сейчас вот 28 где-то. Какая красота! Вот в такие моменты, знаешь, вот действительно можно пожалеть, что ты не курица. Какая высота у нас? Так, какая высота у нас? Ну вот высота у нас 2,5 километра, а температура уже опустилась до 10 градусов. А вообще скорость поделить температуры есть какая-то? Да, конечно, есть. Какой-то устойчивый градиент? Он на самом деле устойчивый, но неравномерный, потому что на 10 километрах самая низкая температура, это может быть порядка минус 60 градусов, после этого температура начинает расти. А как быстро вообще температура падает? По порядку 6 градусов на километр. О, смотри, мы уже почти в облаках. 3 километра высота. Ну, кстати, все еще, наверное, должно быть видно. 5500. А на градуснике на нашем уже минус 5. Хорошо ему там, наверное, мы-то тут жаримся. Высота у нас 8 километров, и температура уже минус 20. Минус 20 – это как в морозильнике. Ну, что, падает? Да, все, наша курица пошла на посадку. Это она руками, что ли? А, это шар! Я подумал... Как у нас настоящего летчика развивается шар? Да, я подумал, она руками намажет крылья. И сколько теперь она падает? Ну, в среднем падение приземления занимает полчаса. То есть тут все зависит от того, насколько там качественно сработал парашют, насколько много осталось ошметков от шара. Ну, вот сейчас он качественно сработал. Ну, пока по картинке все отлично. А сейчас мы уже можем примерно понять, где она опустится? Пока нет, потому что, соответственно, на 18 километрах большая часть GPS-ов выключается, из-за того, что Пентагон запретил работу GPS-ов на такой высоте. То есть сейчас у нас просто нет GPS-дам? Да, мы не знаем, где она находится. Соответственно, мы ждем, когда она приземлится, поймает спутники и передаст свои карты. Судя по направлению антенны, да, где-то там, в принципе, пока все расчетно. Пока курица летела, датчики фиксировали ее местоположение и составили нам трек вот такой. То есть вот наша точка, да, вот он взлетел, и ветер вот сначала в одну сторону, потом в другую. Полет, в принципе, никак спрогнозировать нельзя, да? Есть расчет метеорологический по направлениям ветров на разных высотах. То есть, в принципе, Денис этот прогноз посмотрел и примерно понимал, куда полететь. Вот эта точка, это 28 километров на самом верху. Здесь произошло... Почему такое резкое падение? Шар лопнул на высоте. Ну, то есть он, понимаешь, как он взлетает, расширяется, 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 может, давление падает. Но он не лопнул, он просто, наверное, стал... Нет, 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 он расширяется до тех пор, пока может расшириться. Потом этот латекс лопнул. И вот пошло снижение. И вот он пошел, 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 пошел. И вот, в принципе, сюда упал. Мы думали, ну все, что, сняли? Проблема в том, что мы видео получали по радиосигналу. И мы не видели, у нас не было кадров падения самого, потому что уже она ушла за линию горизонта, деревья мешали получать сигнал. И мы, собственно говоря, даже не представляли, где она упала, как она упала. И очень хотелось, честно говоря, вернуть свои камеры поиск оказался еще там целым эпизодом. Ну, в финале-то что? В финале. Пошли искать их, че. Надеюсь, что мы вернемся еще заслепо. А мне жалко, что даже если у нас цыпленок и замерз, то он уже точно оттаял. И, кстати, в такой глухомане я не удивлюсь, если его уже кто-нибудь и съел. А я еще, знаешь, подумал, надеть сандали или все-таки ботинки. Надел все-таки ботинки. Но лучше бы я еще подумал надеть все-таки брюки. Я ненавижу крапиву. А! Нашли! Нет крапивы. А нет, есть. Ну, надо же. Дорогие друзья, только что вы стали свидетелями первого в истории человечества запуска цыпленка в стратосферу. Он совершил успешный подъем на высоту 30 километров. Сначала он остудился до минус 60-70 градусов, потом опять нагрелся, потом в процессе падения опять остудился. И вот теперь он лежит живой. Ну, не совсем правда, но невредимый лежит. По-моему, это достойный финал. Честно говоря, для меня самое страшное в этом сюжете было потерять камеру, потому что все это дело, когда улетело, искать этот город все тяжело. И до самого последнего момента не было уверенности, что мы все-таки сможем отыскать наши камеры, нашу курицу, ну и остальное дорогостоящее оборудование. Ну, слава богу, все нашли, все вернули на место, все довольны.